После венчания не было даже легкой закуски. Молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев, поездка на богомолье за 200 верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеевич уже в чинах и не молод, и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной. Да и скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеевич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности. Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «Ура!». И Петр Леонтьич, отец в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще «Аню-то Аня!» Аня на одно слово. Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо, ничего нельзя было понять, и крестил ей лицо, грудь и руки. При этом дыхание у него дрожало, и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно «Папочка, будет и не надо!». Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо. «Ура!» – кричал он. Молодые остались одни. Модест Алексеевич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый и резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов. Это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, а манеры мягкие. «Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства», – сказал он, улыбаясь. «Пять лет назад, когда Косоротов получил орден Святые Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так. «Значит, у вас теперь три Анны. Одна в петлице, а две на шее. А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особо сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое». Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными и влажными губами, и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее. Ей было и страшно, и гадко. Он встал, не спеша снял в шее орден, снял фраг и жилет и надел халат. «Вот так», — сказал он, садясь рядом. Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально. «Зачем она такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина?» Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилась. Во время же венчания, и теперь в вагоне, чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого. А денег у нее все-таки не было. Венчальное платье шили в долг. И когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери. «Ох, как я несчастна», — думала она. «Зачем я так несчастна?» С неловкостью человека солидного, непривыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил. Наступила нужда. У мальчиков не было сапог, не было калош. Отца тоскали к мировому. Приходил судебный пристав и описывал мебель. Какой стыд. Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок. И когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свит видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии из-за слабости, что он не перенесет этого и тоже умрет как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Анны хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексич. Немолодой и некрасивый, но с деньгами. У него в банке 1100 и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Этот человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства. Ему ничего не стоит, как говорили Аня, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю. Чтобы Петра Леонтьича не увольняли. Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Этот поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке. А из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра. Должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места. Богач, высокий полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами на выкате и в странном костюме. На нем была рубаха застегнутая на груди и высокие сапоги со шпорами, а с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две бразы. У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро «Здравствуйте, как поживаете». Она вышла на площадку под лунный свет и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке. — Зачем мы здесь стоим? — спросила она. — Здесь разъезд, — ответили ей. — Ожидают почтового поезда. Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски. И от того, что ее собственный голос звучал так прекрасно, и что слышалась музыка, и луна отражалась в пруде, и от того, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов этот, известный дон Жуан и баловник, и от того, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями. И вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что. Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексич уходил на службу, Аня играла на рояле или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы, рассматривая модный журнал. За обедом Модест Алексич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, о переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь не есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И держа нож в кулаке, как меч, он говорил, каждый человек должен иметь свои обязанности. Аня слушала его, боялась и не могла есть, и обыкновенно вставала и застала голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода обсуждали за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека. Ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли и оскорбляли их. В ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней, но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ним щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтич дрожащей рукой наливал из графина и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением. Потом выпивал другую рюмку, потом третью. Петя и Андрюша, худенькие и бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили, «Растеряно, не надо, довольна». И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспихивал и стучал кулаком по столу. «Я никому не позволю надзирать за мной!» – кричал он. «Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!» Но в голосе его слышалась слабость, доброта и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался, бледный, с порезанным от бритья подбородком и вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, впрыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на физгармонии, которая шипела и рычала. Он старался выдавить из нее стройные гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчиков. «Мерзавцы и негодяи!» – испортили инструмент. По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые и безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеевич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг. Ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланившись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане, «Это статский советник принят у его сиятельства» или «Этот со средствами имеет свой дом». Когда проходили мимо буфета, Ане было очень хотелось чего-нибудь сладкого. Она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег не было. А спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял пальцами и спрашивал нерешительно, «Сколько стоит?» «Двадцать пять копеек». «Однако», — говорил он, и клал грушу на место. Но так как было неловко отойти от буфета и ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку. Слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время. Или он вдруг весь покраснев говорил ей быстро, «Поклонись-ка этой старой даме». «Да я с ней не знакома». «Все равно, это супруга управляющего казенной палатой». «Поклонись тебе, говорю», — ворчал он настойчиво. «Голова твоя не отвалится». Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двух гривен, а теперь не гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа и трепетала. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве, самой внушительной и страшной силой, надвигающейся, как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии. Другой такой же силой, о которой в семье всегда говорили, и которую почему-то боялись, был его сиятельство. И был еще десяток сил помельче. И между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые. Теперь вот, наконец, Модест Алексеевич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображение Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного, громадного белого медведя, надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец. И она боялась сказать что-нибудь против, и натянуто улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас. Только один раз Петр Леоныч осмелился попросить у него пятьдесят рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг. Но какое это было страдание? «Хорошо, я вам дам», сказал Модест Алексеевич, подумав. «Но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить». Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем, как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми. И потянулись длинные периоды, по мере того, исходя из положения, ввиду только что сказанного, а бедный Петр Леонтич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить. И мальчики, приходившие к они в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления. «Каждый человек должен иметь свои обязанности», говорил им Модест Алексеевич. А денег не давал, но зато он дарил они кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про «Черный день». И часто он отпирал ее комод и делал ревизию. Все ли вещи целы? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...